Всем привет! Дует сильный западный ветер, но здесь, в аппендиците, можно офигенно спрятаться. Друзья, еще раз всем привет! Привет! Сейчас я нахожусь в аппендиците. Будем пробовать ловить щучку. Вчера не сказал. В общем, вот этот твистер, джилд от Pantone 21, лучше него я не находил еще ни одного твистера, который так бы легко одевался и ровно, качественно, на двойник. Тут есть специальные пазы, одевается просто бомбезно. Сейчас попробуем 10 грамм и тот же твистер, что и работал на прошлой рыбалке. После последних соревнований в Горицах прошло уже 3 недели. С той поры на водоемах я был порядка 10 раз. Ловил в большей степени с аксилоном, на веса 10-18 грамм, в надежде поймать кого-либо покрупнее, чем спортивные окуньки. Но с клевом рыба за это время у меня не соросталась от слова совсем. В лучшем случае за рыбалку видишь пару поклевок, да вытащишь на берег несколько окуньков. Насильно оставляет комплект дома и захватывает с собой мормышечную снасть на рыбалку, упираясь в веса до грамма, там, к примеру, количество поклевок не увеличилось. Рыба попросту игнорировала все мои попытки поймать ее, причем часто в полирационной очке было видно, как стая как у ней сопровождала приманку до берега. Но на всевозможные мои хищрения не реагировала, чтобы я не предпринимал. Чаще всего я ловил в это время на Волге, в районе так называемого аппендицита, и на канале, недалеко от нашего города. С похолоданием воды и отмиранием травы, те многочисленные стайки мелкого окуня, что становали туда-сюда в прибрежной зоне, ушли. Даже бычки и те стали клевать кое-как. Я думаю, микруха с весами 2-4 грамма в корне изменила бы ситуацию с клевом на некоторых моих рыбалках, но таскать с собой сразу несколько удилищ не на соревнованиях, а на простых рыбалках удовольствия мне не доставляет. КОНЕЦ Небольшие окушки и пару судачков – это все, что попадалось на крючок на этих рыбалках. Так что конец октября – начало ноября в плане рыбалки в этом году для меня полностью провальный период. Не так долго осталось ждать до зимнего спиннинга и первого льда. В планах у меня попробовать половить зимой судака на воблеры по темноте, побольше поупираться в пенополиуретановые приманки, которые до сих пор у меня лежат неразловленными. Ну и как обычно, мормышка и жилец со льда, а если не получится, то и рыбалка с жерлицами. КОНЕЦ